Акчур разобранный. Могут же зомбак пойти на харду. Даже с виверной там как-то. Потому что будет стоять ну дазл плюс кто-то. Вряд ли они поставят триплы, дазл, тени висп. Хотя ну тоже возможно, но... Ну вообще дазл, тени висп это их типичная была сигнатурная именно трипла в легкую. Они не ходили даблой висп тени, они ходили триплой. Не, они в мидл сколько раз ходили. И так делали, но изначально они прям вот... Я помню, что трипла была конкретно с дазл. Ну там с зомбаком можно легко два приходить и веселиться. Да, зомбак там их развалит. А вот у них уже Bristol Brax. Да, так они могут действительно. Bristol Brax идёт в мидл, потом зомбак плюс кто-то идёт на харду. Если Bristol Brax идёт в мидл, а этот трипл идёт на легкую линию, можно сейчас мило эсэфа брать. А, эсэф в бане. Опа. Тогда нельзя брать эсэфа. Эти могут сделать вообще как угодно. То есть в натик сейчас не много вариантов. Есть ланая. Потому что Bristol их двоих в миде выносит, если всё под контроль. Вот. Что же они сейчас возьмут, может быть, сам непонятно. А так Disruptor вообще, по-моему, пока неплохо выглядит. И пушечки можно пушить с гирокоптером там бой. Ну это с процентов... с вероятностью процентов 80 это VR-ка для Miracle должна быть. VR-ка неплоха. Вообще неплоха. А там уже доберут что-нибудь цепляющее для Moonmaner на хард. VR-ка это и есть цепляющая. О, вот она. Ну а вот и цепляющая VR-ка на хард. VR-ка подобный герой? Поскольку мы видели уже как работает Shaker, Shaker взял пик, проиграл. И тут он... ну или же Carry Shaker или он идёт куда-то на харду... Да не, я вряд ли. Carry Shaker это Moonmaner точно на хардлине. Я не знаю, почему так любят до сих пор его люди. Вот я не понимаю, зачем мы вообще его взяли? Взяли бы сейчас VR-ку, потому что сейчас должны забанить по-хорошему фнатики. Видишь... Ну это же Miracle, он же страшный на VR-ке своей. Может какая-то Лина может есть у него. В который раз мы уже убеждаемся, что ты понимаешь больше, чем эти ни к чём людишки. Ну, то есть я объективно тебе говорю, как я тоже так считаю. Вот, молодец, Егор. Получается, как ты тоже получаешь? Лучше знаешь? Нет, ну я слушаю то, что ты говоришь и соглашаюсь с этим. Сам-то я такого не скажу. Вот. Зачем это Shaker брать вообще? Тут уже смотри, и зомби. Как ты будешь Shaker брать тамбу? Никак? Никак вообще. Ракета Геррокоптера. Они банят просто Фуриона. Просто так. Нет, он, кстати, играет Фурионом много раз. Есть этот парень Бестмастер? Почему они не пекают Бестмастера? Мунминдер играет. Мунминдер играет. Хорошо. А кто тогда? Получается, это был бы Miracle? Керри Шейкер с Лотаром. На Шейкере? Они так делали? Конечно. Вот в тампабе когда не заточил Miracle? Не, он там был, сейчас скажу, на ком. Я просто не следил, видимо. На Некрофосе он был. Так вот, Некрофос он был. 8700 ммр у него было. Он стал поменьше. С Александром Юрьевичем. А я был, знаешь, на ком? На Тускаре. Роуминг. И знаешь, где я был всю игру? На миде у него был. 0.7 ему сделал. Чтобы настроение поднять. В 2дблой будут играть фанатики. Уже 100%. Угу. Ну, вообще, неплохо у них только. Ну, Bristol Brax, конечно, тоже хорошо. Ну, Bristol Media там какой-нибудь зомби плюс Бэйн или... Ну, скорее всего, плюс Бэйн, наверное, будет в Уфлине стоять. Вот. А Вентр Вернесс керокоптер на лёгкую полет. Ну, как-то и не знаю, зачем этот Шейкер был. Конечно, Теневис позволяет вообще любую штуку напикать и победить. Но... Но Шейкер реально испортил. Надо облегчить себе. Если бы ты не был Шейкер, взяли бы в МИД не в Эрку, а... Вот кого-то хотел сказать, но забыл уже. Лину ты хотел сказать? Нет, не Лину даже. Не Лину, не Лину. Что-то вообще экстравагантное совершенно. Леоноподобное? Нет. Без мастера? Вот, точно. Именно его я хочу сказать. Молодец. Видишь, я знал, что ты будешь сказать без мастера. Ты уже на волне, да. Я чувствую тебя. У тебя ли бы без мастера сейчас вместо этого Шейкера бесполезного? А я это сказал минуту назад. Да, видишь. Я прочувствовал, что Сергей тебе сказал минуту назад и повторил. Все. А где ты был минут назад? В Шейкере. Инфест. Ну давайте. ВВР. Нет, Вайпера нет. ВВР должна быть. ВВР должна быть. Бонникова. Ну хотя, если они так быстро не берут, может у них что-то и... Какой-то туз в рукаве. ВВР оптимальный вариант. Если бы у них был туз в рукаве, то они бы с хатачины взяли. И пока никто не собрался, они бы уже пошли на линию. Тебе нужна ВВР, чтобы в Миракл бегал Бион Гудлайк. Да, вот. Я и понимаю, что... Ну и они так и выиграют, но просто им нужно какого-то такого керри-подобного. У нас что-то произошло. Все похлопали. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Ну что же, посмотрим, выиграют OG с Хускаром и с Теневиспом. Или же все-таки Фнатик нас удивят. Узнаем прямо сейчас. Передаем слово нашим комментаторам. Спасибо большое нашей студии аналитики и Ускар. Ускар за спиком. Очень долго думали. Взвешивали все за и против, дорогие друзья. Ну, будем смотреть, конечно, по игре. Достаточно-таки неоднозначный, на самом деле, пик у команды OG, учитывая, что вот отметили факт отсутствия персонажей, которые могут ломать тамбу. Хотя вот Хускар, может быть, как-то и может с этой тамбой справляться. Вообще, конечно, тяжеловато. Будет очень тяжеловато. Физдэмэджа много. Хускара, по идее, должны пробивать. Висп, Стини... Не смогут загнобить, по идее, Бристалбека при хороших раскладах. В общем, нужно смотреть на игру, потому что игра бо-один, какие-то ошибки, какие-то непонятные моменты. Игра может решиться чуть ли не там на первых пяти минутах. Всякое бывает. Это бо-один, ребята. Рулеточка. Альянсы уже могут выдохнуть. И там уже будет решать, грубо говоря, их личный скилл. Они рулетку прошли. А вот эти два коллектива им еще предстоит попотеть, понервничать и постараться выиграть. Ну что ж, пройдемся по составам. Кто на ком играет, значит, Муши у нас будет играть на товарища Байне. Мистер Диджей будет играть с Бристалбеком. Блэк поиграет на гирокоптере. Нед поиграет. Винтер Иверны и Охайо на Undying. И команда ОДЖИ. Флайн на Дазли. У нас товарищ Миракл будет раздавать на Хаскере. Крит Висп. Мун на Шейкере. И Нотейл Тинни. Да. Такие вот расклады. Что у нас тут в начале игры вроде как что-то похоже было. Якобы будут какие-то замесы, но вроде как передумали. Я вот вижу. Ну, для ОДЖИ самое главное убежать. То есть вот то, что немножко аналитиков смущало, тут да, это ярко выраженная наглость. То есть мало того, что мы имеем Тинни, мало того, что мы им Кускара и Зобби, на которые выходит Тинни, дает ему Авалайш, подходит Вис, подходит Дазу, он убивает его. О, Брайо! Да ты что ж! Вот так вот отдается на ровном месте. Вот они, небольшие ошибочки. Дота строится в общем-то в большинстве случаев и на этом. Ну, не ожидали Фнатики, что вот так вот все дружно выйдут и убьют. А надо было. Надо было. Как показывает у нас игра. Ну так в итоге давайте посмотрим на линии, что мы видим. Но Тейл на Тинни против Диджея на Виспе. Бытует мнение то, что можно было бы стоять допустим Вис плюс Тинни и стараться там как-то этого Бристаллбека выгонять. Но с другой стороны мы видим то, что агрессивная дабла в харде или может быть даже трепла. И чтобы хоть как-то от нее отбиваться, то нужна поддержка. В первую очередь от Виспа. Ну, Висп с Хариком линия сильная. Ну, с даблом еще. Да, да, да. Тинни будет стоять один на один с Бристаллбеком и правда здесь... Ну, здесь вряд ли кто-то кого-то сможет убить на топе. Есть небольшое нападение, но убить будет очень тяжело, потому что жесткий подхил через Виспа, да, от Дазла. Входит как бы... Весь дэмэдж, который как раз таки входит в команду OG, он компенсируется этим хилом. Так что вряд ли на топе мы вообще увидим хотя бы один фраг за ближайшие там, хотя бы два левела. Вот мы видим то, что команда OG в этом патче имеет один из самых больших винрейтов и связано это с тем, что ребятки только собрались и очень ответственно играли. То есть, видимо, каждый игре подходил как последний, но вот так неожиданно получилось, что именно на этом турнире они как-то неудачно выступили и все-таки решили к старым чертежам вернуться. Пока выступают они не очень хорошо, до как бы мейжера у них было все настолько шоколадно и мало кто мог спрогнозировать подобный спад. Очень крутую фишечку сейчас демонстрируют. Тинни стоит на миде, получают по лицу от бресталбэка. Выходит на руну, лишь бы ее подсевить и тут же подтягивается Висп. В итоге Висп мало того, что захиливает себя, захиливает Тинника, забирает руну и обратно возвращается наверх, чтобы продолжать Хусика защищать до получения там 3-4 лэра. Да, по Крепсату более-менее ровненько по миде у нас идут два товарища. Ондаинг имеет 15 крипов против Шейкера, у которого 10. Шейкер начинает тоже потихонечку пытаться напрягать Ахайо, но все-таки это Ондаинг. Тут как ни крути, ну, смотри-ка, шейкерочек-то не лыком шит. У Шейкера нет манга, поэтому он себе ману резко не восстановит. На фиссуру ему еще вот только-только натикало, но вряд ли он ее будет тратить в основном на второй скилл. 20 маны всего стоит. Очень приятная штука, конечно. Сверху интересный замес. Из-за того, что не купили OG с N3, мы видим то, что линия единственный способ, как ее раскачать, это пулить большой крипок. И так неожиданно получилось, что здесь у нас сова плюс три армора, плюс сатир, который дает 4 хп в секунду. В итоге выпуливают у нас крипы как одни, так и вторые, и линия качается, в общем-то все довольны. То есть, что пускар забирают для себя хп, ну и голду, то же самое и гирокоптер. Идут, ну так, плюс-минус ровно. И очередной пул. В принципе, у нас единственное противостояние, которое будет идти, оно сверху, поэтому здесь надо прям так следить и следить. Вот Миракл очень хороший муф, в те время Шекера забирает нас вот-таки ондайн. Да, загулял, загулял. Неожиданно, на самом деле. И в центре, в центре нападают на Нотейла, три стака летит сюда вис на поддержку, но Нотейл выжил. Выжил Нотейл. Ну там тяжело будет убить Бристалбеком Тинни, если только будет у нас, конечно, Нотейл сам как-то фейлиться. А так и битва за руну, битва за руну. Тинни имеет хороший проказ, Тэйвэлэндж с Тосом. Не подставляется ни один, ни другой. В итоге Виспарь забирает руну. Стиков семь штук, Айвэлэндж Тос. Больно очень. Диджей, да почему же он его не ударил-то? Боже ж ты мой, Нотейл не поверил в собственный урон. Мог бы, на самом деле, сделать фраг. В итоге его за Нотейл, Тос откатил. Тос имеется в наличии с руки. Есть еще шарики и добивает этими же шариками. Один-два. Ярчайшая игра от Нотейла. Не хотел тратить свой проказ, чтобы, когда Бристлбэк бежал к нему спиной, потому что, ну, часть бы дэмэджа все равно зарезистилась. А так, он сделал вид, что убегает. И как только Бристлбэк был полностью уверен, что он его, ну, Нотейла взял, этот парень дал ему полный прокаст и вынуждены были без него драться. Так, ну, гирокоптера на топе, в принципе, щемить не удается, как и Хускара. Тут скорее, наверное, наоборот. Снизу. В очередное шпакое. Да ладно, хватит уже, дружище. Не, ну, он пока как-то жестко исполняет. То есть, ясно то, что шейкером стоять тяжело, но в любой этой непонятной ситуации ты можешь нажать ТП-аут на шейкера, ты можешь кинуть фиссуру и убежать, но вместо этого он прям на кулачную идет драться с зомби, у которого ДД, кстати. И зомби его неожиданно побеждает. Ну, как-то прям... Я даже не знаю. Это, конечно, очень-очень сильно будет решать в перспективе. Потому что, если ты андаингу даешь такой лютый буст, а это реально седьмой левел андаинг против пятого левела шейкер, но почти шестого. Теперь нужна какая-то хелпа вниз, иначе беда. Иначе и правда беда. Так, ну, в топчике пока все спокойно. Казалось бы, реально, все фраги, ну, где-то вот уже с этой минуты должны быть в топе. И фрагов до этого... Там их нет, но зато их снизу не будет. Да, зато снизу шейкер у нас уже два раза успел на фидоне. Где-то в месте хая за ФБ сделаны на нем. Ну, вот сейчас вот может у нас произойти сражение с Зерном, но пока фнатики берут выжидательную позицию. По-прежнему они прекрасно понимают то, что Дазла с Виспом на линии не прохарасит, потому что невероятный подхил. То есть Крид цепляется за Хускара, подхиливаешь Виспа, подхиливается Хускар, поэтому еще подхиливается Хускар от оверчаржа с тизером. И сейчас OG, ну, вообще ничего не боятся и продолжают качаться. Да, вот будет сейчас выход в мид на Нотейлан. Тяжело, тяжело выйти. Ну, Сарктик Бёрн, если получится подцепить. Нет, потому что нету смысла Тинни подходить. Вот он просто может откидываться с пилами, потому что Бристалл Бэку уже набирает отечественную массу. Так, тем временем опять он дайинг. Опять он наглее, Дикей по двоим, очень толстый. Эх, а Сулэмчик, Сулрип отхиливается, Хай пытается выживать. Ну, понятное дело, что здесь он не выживет, но Томба, Томбу надо сломать. Сломали Томбу, все живы. И вот эти вот два товарища, которые прилетели на Хелпу, ну, не успели они чуть-чуть. Не успели. Но если не спалиться и не показаться сейчас на Варде, то есть все шансы, чтобы можно было в очередной раз забрать Шекера. Очень хорошо перетянулся сейчас Висп, видимо, имели ввиду того, что зомби очень агрессивные и любил Пальшекера. Шейкер телепортится на топ. И на миде в Риспу Бэка проблемы. Писурка и прикончил стычки. Шейкер, которого, казалось бы, должны были тут прикончить, очень вовремя перелетает в мидл, помогает сделать фраг и при этом сейвит свою жизнь. А Миракл купил себе уже рецепт на Армальет, ему осталось буквально чуть-чуть, там, под 800 голды. И под 900 голды. И будет Армальет. Пауэр 3D у Тинни. Ну вот сейчас АУЖ здорово. Начинает реализовывать Виспа с Тинником. Постал какое-то время сверху и дал пространство. Вард упал. Вард у Фнатиков упал. И теперь ты можешь спокойно пулить крипов, толкая линии туда-сюда. Следовательно, два суппорта здесь особо не нужны, потому что с этим прекрасно справится один. И мы идем воссоединяться с Тинни. Ну а Тинни, как мы видим, все имеет. Восьмой уровень, фантастические прокасты, нужно идти наверх, помогать. Врывается Ахая под тавер, начинает Миракл тамбу убивать. Флай очень больно, надо грей повесить, очень тайминговый грей, будет тянуть свою жизнь по максимуму. Флай тянет на себя очень много, тянет на себя внимание. В итоге Андайнга убили, тамбу убили, пытается отсюда убежать. Бристалл бэк, фисурка через 6 секунд, 5 секунд. Но прекратили свою погоню. Молниеносная перетяжка от Тинни и снова забрали. Бристалл. Ну такое себе, конечно, нападение на Виспа. Фисурка тоже такая себе в итоге получилась. Не в ту сторону немного закрыла. Ну и разбежались, остались при своих. Армлет уже появился у Ускара. Даже нет тапка, зато есть Армлет. Ускара с Армлетом при хорошем абузе этого айтема очень тяжело убить, особенно на ранних стадиях. Но, как мы видим, Фнатики хотят это сделать. И зомби в очередной раз прилетают наверх. Ну, такая себе статистика у Фнатик с Винтер Виверной. Я думаю, дело явно не в Винтер Виверне. Ну да, у Фнатиков большой вероятностью, дело в том, что довольно-таки сильные противники. Посильнее, чем находятся у них в Малайзии. Поэтому здесь можно сказать, что они сейчас продолжают разными героями экспериментировать. Перетянулся наверх Бристаллбэк. И вот мы видим то, что необычная Дабла. То есть пришел у нас сюда сразу и Хардовик, и герой Смеда, чтобы можно было как-то попробовать напрячь Хаскара. Но Дадл с Виспом ни на шаг от него не отходит. Да, Фнатик такие агрессоры прям. Ну да, и убить его нереально. То есть, казалось бы, Зомбарь может хорошо пойти против Хаскара за счет того, что ты режешь ему силу, а сила это его основной параметр. Но, с другой стороны, слишком высокий атак спид. И тамбун очень быстро убивает. Да, вот Кусикс тамбун справляется, и правда. И еще третий герой сюда перетягивается. Бэйн, четвертый герой. Вырывается также гирокоптер. Видимо, решили на Miracle напасть в самом начале, чтобы он не смог отожраться. И все прекрасно понимает OG. Да, зажатые под Тауэром. Сейчас уже только ТП сейвы какие-то должны помогать. Вид в 6 уровень. Тамб оставится Undying под ультимейтом. Разорвало флайв, даже Грейп на себя не успевает повестить. Evalanche с Тосом практически никакого урона не наносят Bristol Back. Miracle, Armlet не забудил. Ай-яй-яй, Miracle не прожалывал второй раз. Муши тоже погибает. 2 в 2 пока размен. Ohio пытается убежать. Здесь у нас параллельно пытаются убить Bristol Back. Есть Тос. Bristol Back погибает. Шарики. Evalanche. Нет. Убегает. Крит присасывается к Муну. Побежали за Нетом. Нет уже не желез. Дерется как мужчина до последнего. Убегает отсюда Тини. Можно Тоснуть на Охайо. Можно, можно сделать Тос. Нужен просто вижен. Есть Тос. Есть Soul Reap у Охайо. Юзает Soul Reap. Есть DK. Юзает DK. Пытается выживать до последнего. Урна висит шарики. Фиссура завершает начатое. Триплкилл оформляет Мун. Вот вам и фидящий шейкер. Все-таки пришел и взял свое. Вот вам и драка под Тауэром. Где моментально зафокусили. Там молниеносно вырубили гирокоптера. Понимая то, что он остановит ДПС. И Хускар, раз уж погибает, то нужно кого-то с собой забрать. И ОДЖИ красавцы зафокусили дамагеров моментально. Шейкер 900 голды просто поднял. Нормально. 1700 урона нанес. То есть это не трипл стил, как иногда бывает. Вот это заслуженный триплкилл. Заслужил? Да. Заслуженный. Ну и после такого фнатики явно не захотят идти драться, раз уж мы проигрываем начальные тимфайты и нужно немножечко подфармить. А графики это, посмотри, 4000 золота, 4000 экспы. Прям ровненько графики идут. Ну вот, из восьми игр семь побед на шейкере в составе ОДЖИ. Ну так вот. Ну вот сейчас такой момент, что фнатики немножечко поторопились с своей атакой. Все-таки Винтер Верна и Бэй на такой стадии не очень сильны. То есть мы видим, что Бэйм пятого, Винтер Верна четвертого. И вот были бы те ультимейты, то можно спокойно схватить тени, может быть законтролить шейкера. Да. В общем, разные комбинации можно придумать, но по факту сражаются только два героя. Это Гирокоптер и Бристлбэк. Ну еще и зомби, если там божигет. Дазл вообще моментально умер. Дазл там тоже, по сути, не было. Но он как бы втанковал, он выполнил свою атаку. Втанковал. Втанковал. Не, ну хоть что-то. Флай, наверное, сейчас тоже так. Ребят, я втанковал, если что. Да, то есть какой-то фокус у него потратили на первое время. Так, тут у нас готовится покушение на Винтер Виверну. Хотят подрезать крылышки. Оставили линию для Нетта, но это, в свою очередь, не так просто и старается их с рейнджа получать. Правда, выходит такой флай, дает ему, начинает бить его с руки, причем нету даже яда. Прилетает сюда висп с тиней, и Нетт может улететь. А тут пошел тулдаун. Полсквар прыгает. Наглую на Блэка. Блэка больно. Блэк успевает отойти. Ставится томба. Армлет особо не пообудится вот этой там бой. Вешается на всякий пожарный грейв. И возвращается обратно, да. Драга-то не закончилась. Пришел сюда на ТЛ. На хосте. Бешеная каменяшка. Надо уйти. Теперь ему отсюда, потому что хоста закончилась. Он успел там подрезать гирокоптера. Судя по всему, прям под Тауэром. И ушел. И Винтер верно выжил. Самое интересное, что спасли. Жизнь у гирокоптера, конечно, но спасли. Заплевывает в спину. Мофсвит уже 290. Не совсем приятно. Но под Тауэр лезть дело такое. Тем более, что там могут быть телепорты. Потому что эти два товарища прилетали с релокейта. Понимая это, Фнатик отступает. Начиная тут же, готовится к массивным атакам для виспостини. Поставили ворды на точке, где с большой вероятностью он отойдет с того же гирокоптера, который либо будет фармить свой лес, либо будет фармить стаки. То есть одно из двух он наверняка будет делать. И все дружно перетягиваются вниз, чтобы можно было начинать замесы. Пока на месте Фнатиков мы видим то, что они никуда не идут. То есть вообще немножко странная игра. То есть по-прежнему не дают бейну... А вот наконец дали бейну получить 6 левел. И наверное самое время сжать смоки и идти в атаку. То есть им тут будет очень трудно. Но стаки, кстати, грамотно забанены. А сами при этом параллельно стакуют. Висп сини будут фармить по-любому больше, чем ты. То есть висп сини тизерятся, забегают весь свой лес. Там все моментально вычищают, друг друга захиливают. И естественно нужно это предотвращать. В свою очередь тут мы видим, разве что гирокоптер с файзами. Он пока не фармашины. Ну и Бристалбек с фангуардом, разве что только вытамповый. Судя по всему готовятся смоки. Готовятся смоки. В общем такой грамотный смок. То есть если прямо сейчас нажмут и побегут с центра вниз, то могут успеть помочь Бристалбеку, на которого уже OG вышли. Шейкер прыгает. Не попадает с томпом. Есть фисурка. Очень больно. Бристалбек втамповывает неимоверное количество урона. И вернул кстати очень много дамага своими спреями. Флай бьет собственно тиммейта Миракл. Миракл Армлет подрубает. Майтмер вешает на Флая. Флай повесит ли Грэйс? Нет, не успевает повесить Грэйс. Миракл под ультом. Финсгрип его держит, но недолго. Хорошая бусс Армлета, но Тинни погибает. Блэк успевает слегка продамажить. Миракл живет. Минус пять оформляет OG. И два персонажа все-таки целы. Мун просто шикарен. Так же как и Миракл со своим обузом Армлета. Так же как и вся команда, которая сейвила его до последнего и умирала. Да, кстати, вот реальность в этом замесе очень много акцентировали внимание на том, чтобы Даззл не повесил Грейв. Даззл в итоге не повесил Грейв. Но этого и не потребовалось, потому что все, что как бы было встандалино в него, можно было встандалить в какого-нибудь более опасного персонажа. Верешь Шейкера, пусть посидит там под Найтмаром и не кастует ничего. Ну, в общем, да. И очень сильно порешало то, что входили по одному. То есть буквально не успели там 20 секунд, чтобы совершить атаку первыми. И Бристлбэк погиб, а он в этой команде, ну, в данном случае главный ДПейсер. Ну, честно говоря, если бы хотя бы на секунды 2-3 раньше пришли бы, помогли Бристлбэку, чтобы он хотя бы погиб, когда тиммейты рядом, а не просто вот при поддержке тиммейтов. А так вышло, что, да, Бристлбэк внес немало урона своим фырканьем, тем более пока его там фокусили. Вот, но закрепить это было нечем, тиммейтов тупо рядом не было. Вот он погиб, а уже потом, потом суп с котом. Так, ну и фнатики, которые готовились выйти на смок-атаку, могут все-таки попробовать сделать ее и сейчас. По-прежнему есть маки у зомбаря, и мы также напомним, что NetWars OG растет с невероятной силой. Да, 7500 золота и там под 6000 XP. Да, на их месте нужно идти атаковать, потому что мало того, что тот же Висп с Тинником у нас очень хорошо фармят, так есть еще и второй минус, то что им проще по карте перемещаться. Вы можете спокойно пойти Даззл с Пускаром и Шекером куда угодно, втроем там фармить низ, фармить центр. В это время Висп с Тинником будут фармить верх, и почти в любой ситуации вы сможете прийти на драку первыми. Ну, то есть, точнее, вы всегда сможете побыть, точнее, всегда в пятером, если эти три товарища начинают замес. И посмотри на этого жесткого задрота. Боже, Мун, что ты, демон, делаешь? Он прыгнул, загрел на себя крипов, стакнул их. Правда, фармить довольно странно. Ну, да, то есть пока... Но он сейчас их зафармит. Ну, пока красиво. Просто красиво, реально. А фнатики вынуждены перемещаться толпой, то есть пять героев всю игру под страхом того, что рано или поздно к тебе на голову Висп синий прилетят, и из-за этого мы видим то, что по фарму нереально проседают. 7500 голды уже. Да, этот шейкер явно выглядит лучше... Лучше тех, что были. И вот она пошла. Пошла, трепла. Только вместо Хускара вперед идет Тинни, чтобы начинать драку. Ну, а у Тинни нет даггера. Тинни у нас играет через Shadow Blade. Такой паб Тинни. Стандартный паберский Тони. Но мы видим, что никого не найдут. Фнатики, в свою очередь, видимо, пока решили никуда не идти. И просто дождаться мейки на зомби, с которой могут эффективнее принимать замесы. Абсолютно ничего не видят Фнатики, в принципе, в игре. То есть стоит один обст, на котором они все танцуют. Давай посмотрим, что они видят. Ну да, и видят руну снизу, но, как мы знаем, сейчас это руной никого не увидишь. Понимает, что кто-то бегает в своем лесу, но, с другой стороны, главное внимание ОДЖи акцентирует на товарах. И вот Тинни забирают его в соло. Подарили. А, товара для Тинни. Так, а тут у нас Смогганг, да, какой-то? Опа, Шейкер, сам того не ведая. Ну, Смогганг, походу, все же удался. Правда, два ультимета профукали. Ну, такое. То есть забрал Тинни тавер, Тинни забрал тавер, остальные четыре героя формили. Вот если он не получится сейчас забрать Т1, ну тогда Смогганг как у него сбились. Много. Правда, Стрик достался Муши, который на бойне у нас, к сожалению, а не на каком-то корпор персонаже. Так, а тут довольно интересно злобаря. Сдувает просто моментально, нет ультимейтов практически никаких у Фнатика, и они все-таки решили подраться. Кулдаун откидывает Блэк, пытается уже выживать такой спасательный кулдаун, чтобы замедлить своего оппонента. Тинни тоже там плюнули, замедлили, в итоге два товарища погибают. Один из них, как бы, корпор персонаж, как ни крути, этот ондайнг, и суппорта стерли. И при этом сейчас пуш-тауэр идет. Ну, по этому заместу можно сказать, что звезды сошлись. То есть тактический фит Муна вылился в то, что Нотейл вовремя собрал Атар. Естественно, Фнатики к этому не были готовы, у них не было никакого детекшена. И Тинни моментально забрал зомбаря. Ну, а без тамбы, без зомбаря, драться здесь вообще нереально, так что... Ну и без ультов которого. Там, на самом деле, в принципе, было драться нереально. Ну, реально... Нереально. Я так понял. Я надеюсь, все поняли. Но когда у тебя нет винтерскерса, нет финсгриппа, ну, смысл идти. Ну, отсутствие шекер с бинком могло натолкнуть их на мысль, что мы могли бы удачно разменяться, при этом забрать тавер, но, с другой стороны, отсутствие зомби сказалось посильнее. Учитывая то, что... Так, Тинни опять. Под Шадо Блейдом дает Тот Эвел Эндж сразу же получать Найтмар. А здесь уже подкрепление. Подкрепление было незамедлительным. Группа быстрого реагирования выехала за Моши. Моши живет. Тамба не живет. Ахайя живет. А Найт, походу, не живет. Но его писурочкой перекрыли немного не в ту сторону. Нормально. Забрали. Есть враг. Очень нравится, как Тамбу Ахайя кидает. То есть, забирай ее, только меня не трогай. Отдай ее на здоровье. Он Сул Рипом подхилил, но не помогло, к сожалению. Не помогло. Так, ну и Фнатики, как мы видим, зажались. Да, Фнатики... Причем нереально зажались. То есть, теперь вообще непонятно, как они собираются переворачивать эту игру. Потому что не так много гаутов. Вот нашли тени. А есть ли детекшен? А, есть. Там Сентричники, но они пока еще не факт, что понадобятся. Потому что ему очень больно под фингрипом. Раздупляется? Нет, не раздупляется. Он просто погибает. Да, то есть, только если, ну, Тейл будет один танцевать перед твоим тавером, когда-то вся твоя команда находится далеко-далеко, то тогда есть шансы... 1400 голды плюс. 1700. 1700 даже? Да. Ну, не знаю. А, ну, учитывая, что ты еще минуснул. И вот он теперь шанс напасть на тавер и попробовать хоть как-то разменяться. Так, вот это интересно. Шейкер с даггером, с травелами. Такой зажиточный у нас шейкер. С пузиком. Диджей немножко подстрял его найтмаром. Типа, попытались подсейвить. Но в итоге он получает очень-очень много плюх. Но спина соцает его. Врывается Монс. Сразу получает Винтерскерс. Погибает все-таки Бристалбэк. Монс сваливает Блэку. Больно вручается в него. Тут еще и дазл с коса Охайо. Пытается уйти с телепорта. Пытычиком получает. Может быть погибнет на базе? Нет. Не погибнет. Будет жить. Ну, похоже на то, что на Фнатике могут с пушами завязывать. Нереально. Нереально пробил. Не пошло, да. Не пошло. Ну, вообще, на самом деле, не сильно похожи в пик на... А, ты имеешь в виду с пушами, которые были в миде сейчас? Ну да, да. То есть Бристалбэк, конечно, очень хороший герой, чтобы на такой стадии игры попробовать реализовать Крымсен Гуард. Но когда ты пушишь тавера, одно условие не выполняется. Тебе приходится тавер бить, и в этот момент Хускар очень больно пробивает тебя. Да. Ты в диспозиции еще находишься постоянно, потому что твой противник видит тебя полностью, а там ребята все мобильные за счет релокейта с тизером, за счет того, что Хускар в любой момент может прыгнуть, Шейкер в любой момент может прыгнуть, еще и Тони за своим Shadow Blade. даже если у тебя стоит в центре, он в тебя ворвется под пятью сотням ему в спида, ты элементарно можешь не успеть что-либо сделать. Иными словами, все у ОГЭ хорошо в плане дефа. Но похоже то, что Фнадики не отчаиваются. А им деваться некуда, потому что герокоптер в лейте явно один не справится, а там Хускар вместе с тени и преимущество просто дичайший уже 12 тысяч. Я бы сказал, он справится, если бы он что-то нафармил там шесть слотов, две рапирки и можно... Еще один фактор как бы, да. Еще один побитый, а у него такая ситуация, что куда бы ты ни вышел, ты по факторам того, что у тебя уже Шейкер соло закопает там с легкой поддержкой тени и поэтому нужно как-то вот вместе фармить. Хускар сейчас практически неуязвим против команды Снатик, у него все айтемы есть, у него тринадцатый левел, промакшен и иннервиталити, соответственно он может будет восстанавливать свои хитпоинты с бешеной скоростью. А эти хитпоинты сбивать ему будут далеко не с бешеной скоростью. И на месте фнатиков тавар нужно отдавать. То есть вот они сейчас сюда всей команды пештят и похоже, что собираются Хускара с Айгисом бивать. Неоднозначное решение. Ну то есть они прилетели, вот вы могли так же спокойно ставить лент. Шейкер ждет момента, тени под шадо блейдом? Не, ну эти там глупо выходить. В принципе глупо было лететь пятером на тавар, который уже упал. Да, на тавар, который уже упал. Сейчас вот же спокойно отбегает свой лес, начинают его фармить. И они уверены в том, что фнатики ничего не получают и нотворцы аккуратненько продолжают расти. То есть кто-то мог остаться сверху. Мог бы подфармливать свои леса вот эти вот, мог бы там хоть что-то набирать для себя. А сейчас картина та же, она не изменилась. Стоят OG забирают твой тавар и вы в пятером этот тавар смотрите. Полное отсутствие каких-то действий со стороны фнатиков. Они так думают вообще, что вообще делать? А что вообще делать с Кускаром там? Ну вот реально, мне их сейчас очень жаль, потому что с Кускаром пока ты ничего не сделаешь. Аегис из чего у него, понимаете? Это носоково просто вот издевательство. Эту скотиняку жирную убить даже без Аегис это невозможно практически. А с Аегисом, ну я думаю, что даже пытаться не стоит. Просто тупо даже пытаться не стоит. Ну вот прям так, если ты отдал первый т2 тавар, то тогда это намет на то, что ты отдаешь второй и третий. И просто вот эта вот их логика, подходите смотреть, она меня в Аегис. Лучше поймите параллельно, да. Ну вообще, есть такой оптимальный вариант, что убивать не Хускара. То есть если попробовать как-то напасть спину, может быть вырезать виспа, может быть зарезать даззла, то тогда есть реальный шанс, что вы сможете нормально вместо. Вот когда ты видишь Хускара, нужно бежать вообще команде Фнатик, потому что как они... Ну они тратят все, что у них есть на Миракла. Будет, конечно же, поддержка. Миракл пока живет. Есть Релакейт, который походу сбили. Миракл. Плевать ему на все происходящее. Миракл врывается. У него есть еще Иннервиталити. Немножко его чем-то подбашило. Вешает Иннервиталити, активирует Армлет. И убить его по-прежнему не удается. Вообще никого убить не удается. Драка у нас слегка разделилась на несколько частей. Миракл продолжает дамажить. Виспайр у него подцепился. Прыжок на Диджея. Диджей минус. Виспайр опять присасывается. Есть только два фрага. Еще Эншенты, которых можно своровать. Ну в общем Рейдбосс не удался. Вообще ни разу. Вообще ни разу. Ладно бы этот Рейдбосс был один. Это как Рошан, допустим. Но у него еще Грейв Даззла. У него еще подхил от Виспай. И по-прежнему я думаю, что бить Хаскера не самая лучшая затея. Ну только сумасшедший может нападать на этого персонажа. Да. Может быть даже уже из кабинок пока. Пока Миракл их не разорвал. Но теперь уже ситуация ультимативная. Слушай, посмотри, как кто не проседает. Вот кого надо бить. Ну тогда не все проседают. По-моему команду OG убить проще, чем Хаскера. Так, тут у нас был достаточно интересный форт. Ахайо поймали. Шейкер. Цехослэма. Ахайо. Ахайо. Стака все больше и больше. Скопья должны ломать Томбу. Тамба минус. Ахайо отхиливается. Виспа убили. Миракл по-прежнему с Аегисом. А может получится. А может получится. А может и получится. Слонгриджи Фиссура по двоим. Прыжок очередной. Блэк выживает. Подсейвили его Глимеркейпом. Нет. По-прежнему не выбили даже Аегиса. Иннер Виталити отхиливает. Подармлетом. Плевать он хотел на все. Самый мудрый в этой ситуации был Бристлбэк. Который пошел бить вражескую команду. Он там даже так нормально пробил Даззла. Пробил Виспа. Но смотрит что его ребятки делают. И говорит ну ладно. Ну ладно. Кстати Виспой бэкнулся. Но это было первое разумное действие. Побить Виспа. Да. Но там он тоже в пекле оказался. Поэтому мне кажется они его даже не фокусили. Просто какими-то побочными штуками его задавило. Какой-то флаке. Может быть какие-то спреи. Какие-то зомбари. Дикей. То есть все. Ауешная там. Она прилетала и Висп лопнул. Потому что Висп это мистер 1000 хп. У него есть глиммер. Но он глиммер повесил на тиммейта. Вот так. Ну что. Ну что же. Фнатики по-моему единственное как могут выиграть игру. Если примут замес не на базе. Как бы это смешно не звучало. Но если OG доходят. Стоит Хускар. Все в позиционнике. Щеки перекрывают фиссурами. То драку выиграть нереально. Все. С этим можно смириться. На ближайшее время до камбэка. И нужно использовать последний свой шанс. Это любая отчаянная атака. Можно со смоком. Можно без смока. Неважно. Ну а Егиса у Хускара нет. Как-то пытаться вешать на него. Может инфибл. Коун левел. Сон ему давать. Как-то бейном держать. В это время. В это время. Бристаллбек 15 секунд. Старается убить вражескую команду. Потом. Не знаю. Какую-нибудь алебарду можно сделать. Чтобы не выкидать. Тема же на самом деле. Да. Даже элементарного Бристаллбека. По сути нет. Он конечно спрейми. Настакивает себе урон. Но у него. И хп уже не так уж много. До 28 минуты. Ну вот на такой стадии. То есть квил спреи работают слабо. Если до этого. У врага армора было мало. Это физурона. Ты пробиваешь там. Ну буквально там. 10-15 процентов резисции. То сейчас мы видим обратную ситуацию. Сейчас. Хаскар с кирасой. Там еще есть и медалька. Все немножко. Ну поднабрали хп. И вот этот квил спрей. Он уже не чувствуется вообще. Да. Да. Он не дамажит. Там вон Тинни. Сколько Тинни. Блочит. Нет. Сколько Хаскар блочит. Четыре процента. Он даже если будет дамажен. Неплохо. А там еще дазл может там. Случайно. Случайно. Вив повесить. Ну да да да. И все. Бристалбек. Он уже выступает в роли дизейблера танка. Нет. А он выступает в роли человека. Который заряжает стики. Заряжает стики. Я тоже не помню. А стиков много? И фнатики походу не верят в эту древнюю мудрость. То что можно попробовать рискнуть. Все таки в Азии любят стабильность. Стабильность. Мастерство как говорится. Слайд оф хэгоном. Минутка древней мудрости. Хорошие варды такие. Ну да. Вот же вообще молодцы. Оккупировали территорию. Они всю игру вот как показывает практика. Пришли вниз поставили два варда. Кого то убили. Варды окупились. Сейчас поставили варды наверх. И все дружно бегаем по этим вардам. Под шедо блэдом тени. Но на блэка нападать конечно достаточно таки опасно. Есть бхб. Вот верно можно взять. Даже если Винтерверно хочет задевардить. То неприятный момент поставил ты с интервью и понимаешь что. Мансуем сегодня мы с ТВ. Ну в общем то выживая. Так а вот теперь уже. Теперь уже. Теперь уже. Такой себе сейф. А как же он мансовал. Как же он мансовал. Так и напишут надгробная надпись. Так ну и что. Фнатики против. Точнее Азия против Хаскара. Часть третья. Хаскар в свою очередь умный. Да он в свою очередь умный. Он понимает что. Ну нет смысла рисковать если мы просто бегаем. И натворцы растут как на дрожжах. А ребятки ничего не делают. Ну раз такие дела давайте еще пойдем кого нибудь убьем. Нутейл. Висталбек виден. На варде. Сколько там у Нутейла 7к? У Нутейла? Какая разница. Пошел. Пошел. Так. Хорошо. Хорошо. Всей семьей накинулись на бедного ежика. И такая команда фнатиков бегает. Мы не смотрим туда. Престалбек. Закройте глаза. Закройте глаза. Закройте глаза. Закройте глаза. Закройте глаза. Не смотри туда. Тем временем у Шейкера появляется Lotus Orb. Эволайн что? С Виверна. Привет пока. Ну шота было даже без шота у Блейда. Он просто подошел и дал Эволайн что? Ну вот уже такая игра. То что по моему у Внатиков только одна мысль. За какую следующую команду будет играть Блэк. То есть там уже были предположения. То есть походу они уже руки полностью опустили. Они не верят то что что то может произойти. И в этот момент наверное сам Блэк думает за какой бы коллектив мне теперь пойти выступить. Где бы я еще не играл. Там слышал марш идет в армию когда-то. Вот может быть за MVP Федикс играть как Сашка у нас. Пошутил тут. Нормально. Ну и вместо этого нет. Вместо этого решили так подсевить за Блэком. Вышли. Защитили. Отошли. Бристалл Бэк купил Санжиешу. Он уверенно думает что будет кого-то здесь бить. Может быть и получится. Ну знаешь в этой ситуации как бы у Фнатик все плохо. Они и сами это понимают. Но не сдаются потому что всем понятно почему. И объяснять это не нужно. Ребята пытаются мало ли, мало ли вдруг сейчас какие-то ошибочки от ОГ. Черт его знает. Само собой что эту игру выиграть за счет грамотных собственных действий будет сложновато. Больше сыграет именно Фактор ОГ. Как они сыграет. Грамотные действия я их перечислял. Вот я недавно перечислял грамотные действия которые можно было делать. А сейчас будет веселенькая картинка. Потому что Хускар взял Иггис. Хускар почти 2000 хп. Это как бы не смешно. 30 для армора. Почему? Он прыгает толку. Он начинает бить людей. И его не смогут игнорировать. То есть как бы ты не хотел. Он в принципе может попробовать в 1х5 сейчас подраться. Кто его знает может и получится замесить всех. А его группа это группа поддержки. А его группа это команда поддержки. Ну да. Мистер 18000 Творца. Можно прыгать сразу с гирокоптера. У которого вообще ничего нет. На дпс. Только хп. Ну с горем пополам что-то там ему надамажили. Ну вот сейчас хилочку увешает. 10 секунд кулдаун. Начинает бить. На пофиг вообще на морозе убивает Тауэр. Тауэр. Потому что гирокоптер не приятный. Да. Его особо не пробивают. Там под всем. Под амфиболом. Под минус армором от бистлбека. Под дикими там. Под всем подряд. У него правда резист физически всеми с чем-то там процентов был. Так что нормально. Под даддлом. Хорошо заходят. Так. Ну и Миракл догрызает Тетри Тауэр. Виспариус слегка тоже подхиливает. Тетри Тауэр минус. Его задинаили кстати. Опа. Ответочка. А такого не ждали. Летит ракета. В ужасе убегает от нее гироч. Потому что она промакшенная. Так. На секундочку. Вот Миракл ее вообще не ощутил. Ой-ой-ой. Фарсон. Фарсон подцепили Ахайо. Ахайо живет. Кримсон Гард. Подставится. То он был очень далеко кстати. Ой-ой-ой. Поймали. Поймали Анатейла. Но он был под БКБ. Поэтому ему плевать на все происходящее. Тамбул ломает. Нет. Не все так просто. Найтмер на Миракл. Ну вот по той схеме пытаются играть. Но пока не особо получается. Есть Грейп. Есть Армлет. Есть Хилл. Тупо сам его сэбит. А ну прекращай тут дебоширить. Успокойся. Уже. Собственные тимматы его пытаются успокоить. Так. Ну он опять фуловый. Там бы и нет. Там бы и нет. Ульта верны тоже нету. При этом ну разве что у Бэйна сохранялся Финсгрипп и можно спокойно заходить забирать бараки. Сатаник. И он теперь не убить. Бам-бам-бам. Ну да. Этот товарищ сейчас очень трудно убиваемый. Не так быстро он конечно ломает базу. Но он ее ломает. Так. А там кстати Тони тем временем подрезал Винтервиверну. Так. Мимоходом шел. Миракл очередной хилл на себя вешает. Сатаник он еще даже не прожимал. Сатаник так просто для красоты. Для дота бафа. Подцепили Бристалбека. Затоцали его в толпу. Бристалбека больно в спину. Копье и он погибает. Гадлайк. Кто-нибудь остановите его. Но по-моему в этой карте его уже никто не остановит. Но Тейл с Моном классно придумали. Кидаешь висурку. Подходит Тинни, закидывает гречку и выкидывает тебя. Такой комбейн не получится задавиться. Покушать принес. Знаете какой еще они верят во что-то. Они так стоят и смотрят убивают их в бараке. Единственное что тут можно это финальный файт какой-то провести. Тактически заманить на Рошана их. Точнее на фонтанах можно. Вот мы видим у них пока это. Так вот получается. А тут Шекерсовка слэмом. Ахайо больно. Молши уходят под фонтаном. Ахайо уходит в таверну. Хотя знаешь Миркл может и на фонтане Рампагу спокойно сделать. То есть ему ничто не мешает под Граевом. Его не остановить. Ну вот все ближе и ближе. Витроверно плюется. Говорит давай иди сюда. То же самое делает Блэк. Муша. Но мы видим то что OG после групповой стадии имеют нереальную выдержку. И на фонтан они не побежали. Ну что я могу сказать. OG сделали все очень четко. Единственное что я могу сказать еще. Это 100% игра вот стандартная Бо 1. То есть OG конечно хороши. Но лично мое мнение. Выграли они вот так вот. Только потому что жестко перепикали своего противника. И в каких-то моментах там может быть чуть-чуть переиграли. То есть возможности камбэкнуть у Фнатик в общем-то не было. Вот Бо 3 серия была бы гораздо интереснее между этими коллективами. Ну как по мне единственная ставка которая была сделана это естественно линии. Они всю эту агрессию задоджили. Быстренько нафармили виспу с тени 6 лвла. И как вы видели.